Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Городская дума областного центра не так давно раз говорила очень подробно об инфраструктуре нашего муниципального образования, о том, как развиваться городу. Об этом мы тоже сегодня хотим поговорить. Как будет развиваться Тверь в ближайшую перспективе, в среднесрочной перспективе? Хочу представить гостей нашей студии. Это заместитель председателя Тверской городской думы Алексей Борисович Арсеньев. Добрый день, Алексей Борисович. И Никита Маликов, выпускник правительственной программы по управлению городов архитектора РФ, помощник мэра Липецка по архитектуре и градостроительству. Ну и еще, конечно, наш земляк, известный тверской архитектор. Никита, добрый день. Алексей Борисович, скажите, вот вообще генплан, вот такой основополагающий документ обсуждали вы с вашими коллегами? Ну, естественно, не только обсуждали, вносили у него предложения. Он проходил общественные обсуждения, на которых тоже было внесено очень много предложений. После общественных обсуждений он проходил соответствующую доработку по предложениям, высказанным в ходе общественных обсуждений. И после этого он уже выносился в Тверскую городскую думу для его, соответственно, принятия. Мы рассматривали его достаточно плотно и много. А какие-то значимые изменения были? Конечно. Ну, первое, то, что ряд наших районов и ряд, в общем-то, земельных участков, на которых должно было развиваться многоэтажное строительство, снизили этажность. Больше в центре, как говорится, крупного масштабного строительства высотного не должно быть. То есть идет такое понижение уровня строительства в центральной части города. Спальные районы, конечно, там многоэтажки еще будут. Введены ряд новых магистральных улиц, планируется строительство западного моста. То есть это все нашло отражение, естественно, в генплане, соответствующими развязками, инфраструктурой и так далее. Ну и говорить о том, что в генплане кардинально изменены ряд функциональных зон, в которых ранее, допустим, предусматривалась производственная деятельность. Сейчас эта деятельность там уже, допустим, не проводится. И там изменены зоны, допустим, на складскую, коммунальную, хозяйственную и так далее. То есть произошло достаточно серьезное обновление самого генплана. В рамках развития этого генплана и как одним из дополняющих его документов должна была быть комплексная программа развития транспортной инфраструктуры города, которая была также предложена администрацией, проходила общественное обсуждение, согласование соответствующее. И после определенной доработки, после высказанных нами замещаний, мы на комитете ее приняли, затем на Тверской городской думе. Алексей Борисович, как раз вот да, вот хорошо упомянули про ограничения высотности. У людей тоже много претензий. Скажите, вот вы сказали, центр города, то есть где останутся высотные дома, а где их перестанут строить? И что опять-таки называют высотными домами? То есть какова именно этажность? Ну, этажность есть до 10 этажей, есть свыше 10 этажей, это высотные дома. Среднеэтажное строительство это до 9 соответственно этажей, малоэтажное строительство это до 4 этажей. Поэтому мы ряд ограничений именно ввели по центральным частям города и уже высотного строительства в определенных районах уже не будет. А вот для понимания, к примеру, вот если берем Первомайка, к примеру, район Комсомольской площади, там уже вот такие действия ограничены? Или там еще возможно появление домов, там 12-14 этажей? Роман, некорректно спрашивают, не имея соответственно листа перед собой. Надо смотреть каждую зону конкретно, каждый земельный участок рассматривать. Никита, скажи, вот на твой взгляд тоже, опять-таки еще раз, люди часто жалуются, что высотность слишком большая, что участки выделяют маленькие по застройку, а дом строят не как в советское время, ну 9 этажей максимум, а 14-17 этажей, причем многоподъездные дома. Мы знаем такие жилые комплексы в Южном и так далее. Вот на твой взгляд, вот это хороший шаг вот ограничения высотности? Ну, тут нужно понимать, что в любом городе есть несколько действующих сторон. Первый, это непосредственно жители, основные пользователи всего, это власть, которой оператор потребностей решает проблемы жителей. Это непосредственно экспертное сообщество, которое понимает, в какую сторону надо развиваться, и экономика, ну все, что связано с бизнесом. Вот они четыре стороны, они должны как-то взаимодействовать между собой и договариваться. И бывают участки, где высотность строительства оправдана и имеет место быть, потому что это экономически обоснованно, это не вредит там ни визуальным линиям, ни проживанию жителей. Есть даже те, кто любит жить в высотных домах, в этом ничего плохого. А ты сразу поясни телезрителям, какие-то участки, потому что, как мы знаем, из опыта той же самой Америки, это в первую очередь центр города. Из опыта России, наоборот, это, как правило, окраины города, эти так называемые спальные микрорайоны. То есть, о каких участках применить на... Ну, это точно не центр, потому что отверху мы по принципу выгнутого блюдца, то есть центр низкий, окраина высокий. Потому что он исторический. Да, исторический. Но тут есть нюанс, что должно быть похоже, как на наш мозг, повышаться и снова окраина понижаться. То есть, даже где-то между центром и окраинами стоят самые высокие дома, которые создают и визуальный маяк для привлечения, и имеют еще доступность к какой-то инфраструктуре, потому что, когда у тебя строят в поле, у тебя никакой инфраструктуры нет. Соответственно, самое большое, когда она появится. Хорошо, про это тоже поговорим. Но тоже ты все-таки, вот, ты реча на все, чтобы было понятнее, на твой взгляд, до каких кварталов оптимально, допустим, строить, ну, там, в 5-6 этажей, а может даже в 3 этажа, где вот эти, так называемые, высотки могут появиться, и где, наоборот, должно пойти понижение. Я бы ограничил все строительство 9-12 этажами, это единственная перевариваемая, хоть как-то комфортная среда для жизни. То есть, есть миф, что чем мы выше строим, тем выше плотность будет. На самом деле, уже давно доказано, что даже, ну, если строить 9-этажку, если строить 25-этажку, ты извлекаешь одну и ту же площадь с гектара земли. Вопрос только в том, как бы, насколько профессионально ты работаешь с этой землей. Вот, поэтому я бы ограничил везде 9-12, но поставил бы, не знаю, условно, там, 10-15 доминант где-нибудь, там, по периметру разбросанные. Для силуэта. Да, совершенно верно, для силуэта, и плюс, ну, для некого статуса, потому что, не знаю, у нас до сих пор нет офисов класса, а это, в основном, грубо говоря, высотки могут быть. Но, опять-таки, если географически, что это? Район, условно говоря, бульвар Нагина, условно говоря, Заволжье в районе, там, там, Скворцово-Степаново-Благонова. Я думаю, что вот как раз, да, бульвар Нагина хорошо подходит, несколько для высотного строительства. В Южном бы я вообще, напрочь бы запретил вообще любое жилое строительство сейчас. В Южном? Да, потому что, ну, там переизбыток населения на дефицит городской среды, на дефицит инфраструктуры. Я не понимаю, как бы, почему там до сих пор дают разрешение. А там поля пустые, как еще можно объяснить-то? Ну, понятно, что поля в полях хорошо строятся, да, но когда у тебя не развит целый район, и он, как бы, убыточный по всем показателям, плохая транспортная, социальная обеспеченность, досуговая обеспеченность и так далее, ну, еще более уплотнять это вызывает ряд вопросов. В Заворском районе возможны доминанты, потому что там вообще практически отсутствует исторический центр, ну, там, за редким исключением, да. И плюсом нужен стимул для развития Заворского района, но там сейчас строят, как бы, очень такие уплотненные, опять, и тоже, по сути, в полях. А в всех остальных местах бы, ну, просто бы руководствовался 9-12 этажами, но, опять, это нужно считать экономически и социально. А как же вот этот экономический эффект? Ну, нам с детства рассказывали, как это, почему в Америке небоскребы появились? Потому что на квадратный метр застройщик может вместить столько-то этажей, вот, и столько-то жильцов и таким образом. Ну, вы должны понимать, что в Америке, когда они строят, они покупают воздух, то есть ты не можешь просто так подстроить. У тебя у всех ограничений, я не помню, по-моему, 12 этажей стоит в Нью-Йорке. За каждый этаж ты выкупаешь это пространство у какого-то другого дома и платишь другому дому и в город. Если ты ставишь небоскреб, ты такие отчисления даешь колоссальную городу, ну, то есть Нью-Йорк обновляет всю, на все набережные сейчас свои. Это там 50 километров, огромнейший и самый большой парк в мире. Ну, а какие деньги? Соответственно, вот они, данные. Они развивают инфраструктуру на эти деньги. Берлин развивается так же, если ты строишь чуть выше, чем разрешено. Но в Берлине ограничение 21 метра вообще везде. За каждое превышение метра ты плачешь колоссальную сумму на реновацию города. И заканчивая, с каких бы кварталов ты считаешь, что нужно пойти понижение вплоть до частного сектора? Грубо говоря, Мигалово, что называется, я не знаю, там, Химинститут? Дальние Затверичи? Слушайте, Химинститут, я не знаю, Химинститут такой район специфический, он недооценен на самом деле. И я бы там, да, я бы там делал низкоэтажную застройку. Ну, то есть весь московский район, это 100% средне-низкоэтажная застройка. Но, соответственно, Южный, само собой, там только среднеэтажную бы застройку. Но частную бы я не выводил бы в Южную, только бы среднеэтажную бы застройку. Потому что это мы просто бы растягивались до шоссе непонятно чем. Хотя потенциально земля очень хорошая для развития города. А в Заводском районе можно вообще экспериментировать. То есть там есть и то, и то, и то, и это хорошо сочетается. Такой прообраз Екатеринбурга, потому что там же тоже все вот так вот скачет в городе. Ну, не только в Екатеринбурге у нас так скачет. Ну, а частному сектору вообще место в городе, на твой взгляд? Если ты в состоянии платить высокий налог за землю, то, конечно, это должно быть. Это не должно просто халупу дешевый стать. То есть должно быть, что ты ставишь дом, хороший, качественно вписывающийся в среду, с высоким налогом, да. И каждый выбирает по своему состоянию, по своей возможности, ну, как содержать. Если у вас способен содержать это все и сделать, то без проблем, конечно же. А мы должны сейчас содержать рекламную паузу и переключать буквально меньше двух минут. Так, снова программа «Тема дня». Мы сегодня обсуждаем перспективы вообще развития Твери. Вот депутаты нашей городской думы обсуждали развитие городской инфраструктуры. Вот, господа гости эфира, такой вот вопрос тоже. У людей еще одна претензия к парковочным местам. Вот любят они говорить, что, опять-таки, строить дома, строить дома, а места для парковок нет. И в том числе и для детских площадок. Опять к вопросу об участке. То есть, дескать, выделяют участок. Мало того, там дом не как в Советском районе 5-9 этажей, а 14-17 этажей. Так в итоге места остается столько, что там детская площадка формальная. Ну, может, под парковку что-то. А то и нет вообще. Вообще реально вот в условиях городской застройки, на ваш взгляд, обеспечить парковкой жителей каждой квартиры. Ну, знаете, я смотрел репортажи из-за рубежа. Там тоже эта проблема есть. И там как такое понятие вот в Англии, что, дескать, твоя машина – твоя проблема. Ты должен думать, при чем купить, а где ты будешь дорогой ставить. И там даже есть такие понятия «дома с парковочными местами». То есть, это нечто такое особенное. Я, по-моему, смотрел репортаж из Лонт. Нам говорили, что русские олигархи стали скупать в Англии квартиры в домах. Не просто в домах, а в домах, которые имеют как раз эти парковочные места. То есть, это тоже, я так понимаю, привилегия какая-то. То есть, опять-таки, вот вопрос. Можно ответить на вопрос, который горожане Менелище тоже задают. Почему построили дом там на 100 квартир, нет 100 парковочных мест? Ну, наверное, давайте я начну. В связи с тем, что плотность застройки в центральной части города достаточно серьезная. И, естественно, у предпринимателей возникает необходимость или желание, снося определенные дома, построить что-то коммерческое или коммерческую недвижимость, или, соответственно, жилые дома с элитными квартирами. Возникает вопрос о парковках. Центральная часть города, как правило, она вся находится в исторической культурной зоне и особо сильно покопать не дают. Поэтому парковки подземные здесь, как бы, имеют место быть, но не являются приоритетом. Это и дорого обходится. Дорого обходится, соответственно. Ну, и квартиры в этих домах, соответственно, становятся на ранг, даже на два, наверное, выше по стоимости, чем остальные квартиры. Есть градостроительные регламенты, на основании которых выдаются разрешения на строительство каждому застройщику. Во всех наших документах у всех этих застройщиков нормативы застройки полностью совпадают, которые должны, соответственно, включать туда и парковочные места, и детские площадки, и места для размещения контейнерных площадок и так далее. То есть проектом все предусматривается. Некоторые застройщики идут на определенные хитрости, и в результате часть из этого необходимого элемента благоустройства вокруг построенного жилого дома, они стараются каким-то образом отодвинуть или перенести на соседние территории, в том числе на территории общего пользования или городские территории, еще не занятые, под застройку. Поэтому в некоторых случаях и возникают подобного рода прецеденты, когда небольшая площадка и так далее. Но комплексы, которые сейчас строятся у нас в городе или развиваются, они обладают уже всеми необходимыми элементами. Там есть и детские площадки, достаточно большое количество. Возьмите Новый город, Зеленый остров, то есть все там есть. И говорить о том, что это и поголовно, и везде происходит, ну, наверное, нельзя. Есть определенные нюансы. Ну, а в целом парковочное пространство, конечно, в городе достаточно загружено. Нашим, соответственно, документом, который мы недавно приняли на Тверской городской думе, комплексная программа развития городской инфраструктуры транспортной, там предусматривается до 1939 года увеличение на 35 тысяч парковочных мест, включая, конечно же, это и места при жилой застройке, да, это комплексная программа, поэтому охватывает все. И места у новых строящихся объектов различных, да, коммерческого назначения. То есть все это предусматривается. Плюс к этому при реконструкции некоторых наших дорог, вероятнее всего, а у нас еще по данной программе до 1939 года 47 километров новых дорог должно быть построено. Там тоже будут предусмотрены определенные карманы для парковки транспортных средств. Это тоже будут определенные парковочные места. Конечно, наверное, получится свое развитие и программа платных парковок. Я надеюсь, что она не будет обвальной, но каким-то образом расширяться она в любом случае будет. Платный мест, как в центре? Да, именно центр. Именно центр будет, как говорится, он стараться освободиться от постоянно стоящего транспорта с единственной целью. Центр очень сложно убирать, особенно в зимнее время, да, скребание и вывоз снега. Это серьезная проблема. И нашим автомобилистам следует понимать, что если на знаке написано, что здесь нельзя парковаться в течение ночного времени, то лучше свою машину на этом месте не оставлять. Она будет эвакуирована. И, соответственно, уборка должна в городе происходить по графикам, которые разработаны городом. Ну, а в целом, конечно, решением ряда вопросов, связанных с парковкой, является строительство многоэтажных парковок. Оно у нас пока не прижилось в городе, но я надеюсь, в ближайшее время немножко тенденция поменяется. Самое главное найти золотую середину между использованием этой коммерческой недвижимости не под продажу конкретную, а под именно временную парковку транспортных средств. Тогда, мне кажется, и эффект от строительства будет выше, и, соответственно, людям будет выгоднее занимать именно эти парковочные места либо на постоянной основе, либо на какой-то периодичной основе. Планируется участие инвесторов в строительстве нескольких таких парковочных зданий. Я надеюсь, что они воплотятся в жизнь. То есть, вы имеете в виду, что у нас пока это дело буксует, потому что люди нам предлагают купить вообще навсегда машиноместо? В некоторых случаях предлагалось и так купить машиноместо, или цена за парковку транспортного средства ежедневную, она, в общем-то, была, можно так сказать, несколько завышенной, давайте скажем так, корректно, несколько завышенной. Поэтому, естественно, наш человек, который купил квартиру в новом районе, где эта парковка, имеет, соответственно, свой автомобиль, я не думаю, что у него в наличии будет еще несколько тысяч долларов для того, чтобы выкупить парковочное место или потратить, допустим, еще миллион рублей дополнительно. То есть, деньги, все должно сводиться к возможностям наших граждан и максимально приближаться к их возможностям для того, чтобы люди реально пошли в эти парковки и, соответствующим образом, ставили там автомобили и получали, соответственно, гарантию их безопасности этих автомобилей. То есть, ранее у нас были открытые площадки парковочные, вы, наверное, это помните, видели. И при угоне транспортного средства с этой парковочной площадки, к сожалению, никто не нес никакую ответственность. Да, я слышал. Судорожник ни за что не отвечает. Да. Так вот, здесь как раз и возникает вопрос, поставить машину во дворе своего дома и быть ближе к ней или поставить ее на охраняемую, крытую, вполне комфортную парковку, где люди несут ответственность за ее сохранность. И, мало того, она находится, в общем-то, в идеальных условиях для ее хранения в любой сезон. Здесь нужно, как говорится, искать золотую середину. Но я надеюсь, все-таки высотные парковки у нас, в общем-то, приобретут определенный авторитет. И самое главное, чтобы инвестор не старался максимально быстро получить выгоду из этого проекта. Это долгоиграющий проект. Никита, согласен с тем, что у нас действительно вот эти многоэтажные парковки. Я лично знаю минимум одну такую точно. Я тоже одну знаю. В районе Суворова, что они у нас из-за этого не приезжают, потому что люди отказывают ставить, потому что слишком дорого. Или второй момент. Я слышал другую версию. Люди просто не хотят ставить, потому что русский человек любит халяву. Чего? Вот платить, когда где-то на горзоне припаркуюсь. Как-нибудь там буду я. Что, я дурак, что ли? Как, знаете, в свое время питьевой воду. Помните, в советское время, когда мы узнали, что на Западе ее продают в магазинах, дураки питьевой воду покупают. Когда вот из-под крана. То есть пусть она фиговая, что называется, но зато бесплатно. И с парковочными местами та же история. Буду я платить за эту многоэтажную парковку, на газон заеду и не страшно. Вот на твой взгляд, зачем у нас не приживаются пока многоэтажные парковки? Нет, на самом деле я согласен с вами в большей части. И Тверь, опять же, надо отдать должное, что когда мы сделали платные парковки. В центре горля, имеется в виду. Да, этот опыт, да. Очень многие города такие, о, как они это сделали. То есть люди это изучали. То есть это был такой шаг в масштабах России достаточно... Прогрессивный. Конечно, да. И вот я еще в Липске работаю, там до сих пор с этими проблемами. Люди не могут юридически провернуть все эти процедуры. У нас с парковочными местами в Твери, мне кажется, все нормально. У нас слишком машин просто много. Нет, подожди. Как это значит, не все нормально, раз машин много? Нет, ну поймите, что такое машина. Ты ее берешь, чтобы доставить себе с точки А в точку Б. Альтернатива какая? Какая альтернатива? Ну какой он? Он медленнее, чем личный транспорт. Как только эта система поменяется, как у всех городах делают. То есть у нас теперь есть прекрасные автобусы. Но где у нас выделены полосы? Почему автобусы должны ехать с такой же скоростью, как поток? Ты не получаешь преимущества тогда езды на этом автобусе, тогда ты точно выбираешь машину. То есть если с одинаковой скоростью, ты выбираешь то, что комфортнее. Если автобусы будут ездить быстрее, миновать пробки и так далее, то, конечно, все будут выбирать автобус. Там потенциально про трамвай говорят, то, что высокоскоростное движение трамвайно собирается делать. Опять же, личный транспорт. Мы этим летом катались в Твери, проводили с приезжими на разных видах ролики, лонгборды, велосипеды по Твери, составляли карту, где вообще можно кататься. У нас очень все плохо с этим моментом. То есть добраться реально от спального района до рабочего места практически нереально. Негде ехать. Да, негде ездить. Опасно, убитый и так далее. То есть там только на горной велосипеде, но это тоже так под вопросом. Сейчас делается веломаршрут очень крутой из Москвы в Питер, в том числе через Тверь, и Тверская область набрала, по-моему, худший рейтинг по количеству убитых дорог. Это разрабатывает специальное велодвижение при правительстве Российской Федерации. Они решили соединить. То есть у нас нет альтернативы машины. Тебе тяжело... Я понял. Но вот Москва, известно давно, что они вроде бы внедряют эти выделенные линии, но я вот как раз тоже недавно репортаж смотрел, там тоже есть проблемы. Не так все хорошо проходит, это внедрение. Конечно, про внедрение не может ходить. Давайте поговорим об этом в разрезе наших исторически сложившихся улиц, особенно центральной части города. Труд прекрасно, если поскольку долго углавляют центр города. И скажите, пожалуйста, просто навскидку, где можно сделать выделенку? Во всех полосах. То есть почему у нас возникает вопрос выбор между машиной и автобусой? То есть если у нас влезает только автобус, значит пускай он только автобус, а не машину там, как делают в большинстве городов. Ну понятно. То есть прежде всего нужно сделать революцию. Для того, чтобы сделать революцию, необходимо общее, как говорится, руководство всем процессом. Согласны? Ну это первый момент. Сейчас полномочия по транспортному обслуживанию населения находятся на плечах областного правительства. Соответственно, и действия они предпринимают свои. Ими запланированы и намечены. Расширение этого движения общественного транспорта на другие районы области, в том числе на другие районные центры, это очень положительно и динамично сейчас будет развиваться. Но для того, чтобы нам создать общую структуру, позволяющую на общественном транспорте из любой точки города добраться в центральную часть города или в другой конец города достаточно быстро, имея выделенные полосы, мы застопорим полностью движение частного транспорта. Это будут пробки на километры. Или штрафы, которые мы опять же будем собирать в бюджет. Причем не города, а области. Вопрос, для чего сейчас это делать, если у нас еще до конца не разработана концепция выделенных полос, да и соответствующим образом не подготовленная транспортная артерия к этому? Ну, если, как вы сказали, она не разработана, ее нужно разработать, это первое. Причем разработка всегда идет параллельно с экспериментами. Не знаю ни один город, который сначала разработал, потом внедрил, сказал, господи, что мы создали. Москва, Белгород, Тюмень. Они экспериментировали сначала, они делали разработку и также говорили, что у нас делают с узкой улицей, мы не знаем. Перекрываем НАГО только для автобусов, НАГО только для машин, смотрим, где возникают пробки и так далее. Все это должно параллельно проводиться. Ну вот, Никита, у меня сразу, я просто слушаю, сразу пример конкретной улицы, Новоторжская. Там всего у нас сколько сейчас полос получается? Две полосы. Две полосы, по сути. Ну, теоретически-теоретически, да. Там даже перенести остановку невозможно. Вот. Что можно сделать, по-моему, с Новоторжской улицы? Нам нужна одна полоса для машин, а она для автобусов. Поймите. То есть она должна проводиться в одну полосу, как вольную Новгорода? Еще раз. Есть очень хорошее в интернете обоснование. Стоит камера над шоссе, на Невском шоссе, и отслеживает, почему возникают пробки. И эксперимент показывает так, что если просто провести полосы сплошную, и люди перестают маневрировать, пропускная способность увеличилась в 4 раза у дороги. То есть основная проблема – это вот это движение, оно всегда, конечно, стопорится. Движение там влево-вправо, поворот. То есть если грамотно делать все, то есть ты уходишь направо, ты уходишь на свою полосу, которая уходит тебя направо, эти стоят влево. Сейчас вот когда перекладывают асфальт, на некоторых местах так сделали, но недостаточно широкие вот эти коридоры для ухода налево. Они какие-то вообще там рассчитывают, не знаю, на 5 машин. По какой логике, непонятно, это сделано было. Это работает. То есть тут нужно пересматривать транспортную схему, пересматривать дорожную разметку, систему фаз светофоров, потому что тут тоже есть тысячи вопросов. Даже москвичи приезжают в Твель, ну, просто у нас Яндекс.Такси, много московских номеров, они все ругаются. Говорят, у нас даже в Москве такого нет светофоров с такими фазами на наших там огромных шоссе. Говорят, у вас можно по полторы, по две минуты стоять. Типа, что это такое происходит? Никто не понимает. А про пешеходов я вообще молчу. У кукольного театра ты просто, чтобы перейти, ты устанешь стоять. Я знаю, что я выслушиваю один трек в плеере, пока стою. Я тоже стоял, я знаю, о чем идет речь. Но все-таки, я говорю, конкретный вопрос, конкретно у нас есть Вольна Новгорода односторонняя, есть Новоторжеская. То есть на тот взгляд, Новоторжеская пусть едет в сторону правительства Тверской области, а Вольна Новгорода, наоборот, в сторону... Я не могу сказать. Ну, там, ну, я вот знаю прекрасно эти дороги. Алексей Борисович, вы их тоже прекрасно знаете. Но там три полосы, грубо говоря, на самом деле. Ну, по сути, ну, так, ну, по сути, две. То есть если Вольна Новгород получается по одной стороне вообще с транспортом, допустим, пустить по другой частный. И наоборот, по Новоторжеской та же история. Тверской проспект, допустим, он широкий. Я еще как-то могу представить, там выделено, допустим, Тверской проспект, но Советская улица, та же история. И вот после того, как трамвай убрали, сейчас там четыре полосы. То есть получается по Советской в сторону Мигалова одна для машин легковых, одна для автобусов. В сторону Смоленского та же история. Так получилось. Ну, абсолютно верно. Так она и работает. И на этот лет она нормально будет, ну, пробок не будет возникать, потому что, наоборот, все будут ехать без перестроения. Нет, пробки возникнут первые, там, три месяца, когда люди просто будут не понимать, что происходит и что делать с этим транспортным коллапсом. Потом, разумеется, начнется переориентация ценности какая-то, потому что многие на короткие расстояния, у нас огромное количество в Твери, людей на короткое расстояние до километра перемещается на машине. Даже в магазин соседний очень многие ездят на машине. Как только они осознают, что я лучше выйду, там, приложу телефон, проеду эти, там, пять минут дойду и доеду обратно, то система будет меняться. Поэтому обычно это старается ввести летом, когда еще есть альтернатива, пешком, велосипед и так далее, чтобы люди привыкали. Когда машин меньше. Соответственно, да. Происходит разгрузка сети и переориентация ценностей. Разумеется, если мы сейчас разным весь город закатываем, так вот, без эксперимента, без ничего, то застоплимся, это 100%. Мы все время говорим Москва, а вот в Петербурге... В Петербурге они только вводят, они начинают. Но в Петербурге нужно понимать, что у них есть частный трамвай теперь ходит, будем говорить честно, целый провоженный трамвай. Там вводят, да, выделенные полосы, и даже на узких улицах проблем с этим пока нет. Ну, это пока вам кажется, потому что проблемы там есть, и на самом деле отзывы достаточно негативные. Отзывы автомобилистов или пешеходов? И тех, и других. Потому что всем, в общем-то, создаются определенные проблемы. Про Петербург там есть нарекания. Во-первых, людям, которые привыкли ездить определенными маршрутами, как на работу, так и места отдыха, пришлось, во-первых, утыкаться в действительно серьезные пробки. И это первая реакция негативная. Начали искать альтернативные маршруты, попадали, соответственно, опять же, на улицы с закрытым движением. То есть, под кирпич многие проезжали. У меня живут родственники в Санкт-Петербурге, поэтому я это знаю неполослышки. Ну, и, соответственно, с пешеходами проблема несколько, как говорится, другая. Им вообще непонятен строй движения машин, и когда начинается движение автобусов, автобусов, допустим, по определенной выделенной линии, они встают в ряд, за ними, за этими автобусами ничего не видно, и когда переходят люди через проезжую часть, получают, в общем-то, неприятный сюрприз в виде едущего и пытающегося проскочить автомобиля, потому что он простоял в пробке уже 40 минут. То есть, здесь нужно, первое, просчитывать все, второе, не торопиться с выводами о возможностях нашего населения передвигаться на том или ином виде транспорта. Многие у нас живут за городом, и когда въезжают в город, у них скорость движения была 100-110 км в час, как правило, если говорить по правилам, а некоторые ездят гораздо быстрее. Когда они утыкаются в пробки городские, у них возникает очень большая реакция на эти пробки в виде негатива. И многие просто не успевают перестроиться от манеры езды длительного, допустим, какого-то расстояния или с короткого расстояния, но на большой скорости, и тут же утыкаешься в эти пробки. Поэтому здесь нужно еще психологию посмотреть людей наших. Уверяю вас, будут люди, которые на короткое расстояние в любом случае будут ездить на машине, в любом случае, несмотря ни на что, то и вопреки всему, и никто не будет заморачиваться, ставить там приложение «Иволга» какая-то, допустим, или там наш этот общественный транспорт, транспорт на Верхневоложье, для того, чтобы просто одну остановку проехать на автобусе. Здесь будут возникать несколько другие проблемы. Ну и плюс к этому количество транспорта необходимо будет тогда увеличивать в разы. Интервалы движения уменьшать, количество автобусов, естественно, увеличится, экологическая ситуация, естественно, укучится. Плюс к этому, скопление этих транспортных средств на остановочных комплексах будет постоянным. То есть здесь нужно просто-напросто все просчитывать. Нельзя говорить о том, что выделенные полосы... То есть мы сейчас упираемся в мифы, а не просчет. Нет, мы не упираемся в мифы. Вы посмотрите, как у нас действует и ездит общественный транспорт. Я хочу начать. Привойте, секундочку, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А меня зовут Анна. Очень приятно. Во-первых, молодой человек не учитывает то, что у нас общественные места не безопасны по поводу того, что там работают люди-щипачи, если он это знает. Ну, видать, он не пользуется транспортом, поэтому не знает. Вот. А потом сейчас у нас пандемия. Вы также это знаете. Ну, неужели я буду затариваться десять раз на дню ездить вообще-то на пара транспорта? Лучше я поеду на твоей машине и затарю. Пусть это будет две-три остановки, но затарить сразу на неделю на три. Ну, зачем это вообще такое говорить? Спасибо вам большое, Никит. Вот кирпичи у нас не переводятся из трамваев наших автобусов, щипачи. Я понял, щипачи интересно, потому что я не езжу по три вообще на машине, езжу полностью общественным транспортом, мне просто даже интересно, как выглядит это щипачи. Плюс мне интересно, десять раз на дню затариваться, это что это такое за процесс закупок? Семьдесят раз в неделю. Все очень просто. Женщинам нельзя носить более трех килограмм. Поэтому затариваться. А зачем затариваться, если сейчас есть доставка, причем бесплатная со многих магазинов? Ты открываешь приложение, не знаю, в тот же вкус, и он бесплатно доставляет. У Яндекса, по-моему, доставка 30 или 20 рублей. Ну, не все, Никит, будет на вкус, если честно. Нет, ты говоришь, у Яндекса, еще раз. Не всех устраивает ценник. У Яндекса доставка стоит 20-30 рублей из любого магазина. Ты можешь заказывать. Ну, женщина имеет право на свое мнение, на самом деле. Есть, в конце концов, консервативные люди, которые в том же самом магазине им хочется самого пощупить товары. Ну, просто еще раз, стоит задача. Избавить городопробку, выше транспортной системы. Мы пытаемся умирающего клиента какими-то еще уколами оживить. Я вам говорю, что мы его не оживим. Он так и будет продолжать умирать. В Твери огромнейшее количество машин. Одно из самых высоких вообще по концентрации в России. Да неужели? То есть мы перегнали, просто я так более-менее статически его представляю. Раньше мы были в середине глубоко. Лидеры у нас были все время Москва, Петербург, Приморье, обязательно Калининград. Вот у нас вот такие были лидеры. И вот мы теперь к ним приблизились. Плюс потом потянулись к ним мегаполисы Новосибирска, Екатеринбург, Казань и так далее. То есть, хочешь сказать, мы сейчас... Казань мы уже намного обогнали. Казань понижается, потому что Казань сделала реформу общественного транспорта, и у них пошло это на убыль. То есть люди перестали покупать... Сколько лет назад Казань сделала реформу общественного транспорта? Они начали пять лет назад, а по-моему, два года она как полноценно функционирует. И в этом году у них еще что-то. Сейчас у них они заборы начинают убирать, но они там пошли в дальнейшем. Какие еще заборы? Ну, вот те ГИБДДшники, которые ставят. А, вот эти, которые у нас сейчас ставят. Да, самые модные металлические заборы. То есть еще раз. Клиент, ну, его нужно реанимировать. Кардинально реанимировать. У нас сейчас всегда, ну, то есть возникают такие вопросы, типа консерватизм и так далее, и так далее. Что с этим делать? Да ничего. Этим мелкими уколами мы не спасем ни одного клиента. Мы не спасем ни один город вот этими мелкими какими-то. То есть либо это кардинальная работа и кардинальное решение, как делает та же Казань, которая просто пришла 10 лет назад. Слушайте, у нас очень плохо с общественной пространственностью, от нас уезжают люди. Из Казани? Да. Ну, 10 лет назад из Казани эмигрировали. Когда там лет 9 назад объявили то, что будет высокоскоростная трасса построена, Москва-Казань, там вся молодежь просто, ну, у них праздник был, мы наконец-то сможем. Наконец-то мы идем. Да. И они приняли программу по сдерживанию людей, креативная экономика, общественные пространства, общественный транспорт и так далее. То есть там были развития исторических сообществ. То есть там он, президент Тараса на выбору молодых людей, ключевых, которые будут занимать там, там Фишман тогда было, я не помню, 24 года, или 25 года. Сказали, ты молодая, ты знаешь, что как удержать молодых, вот тебе общественные пространства. Там Олеся дали историческое наследие, Тимуру дали общественный транспорт и так далее. Люди, ну, мои ровесники сейчас. Никита, ну, кто-то тебе может возразить, ну, Казань, что умереть столица нефтяной республики. Да никто не спорит. Но они это все проводили на привлеченные деньги. Они не в том числе, ну, ладно. Белгород, столица чего? Черноземья. Классно, но бюджетами мы с ними сопоставимы. Нет. По выделению на общественный транспорт, на благоустройство, да, они также получают федеральные деньги. Мнение простое. По, как говорится, концентрации бюджета на единицу населения, да, на одного человека, белгородский бюджет превышает наш в два раза. А за счет чего, Алексей Борисович, что уже нефти нет? Ну, во всяком случае, это регион, в котором хорошо развита и промышленность, в том числе, и плюс к этому сельскохозяйственная переработка, и налогов там получает достаточно большое количество. Плюс к этому абсолютно другой подход к межбюджетному финансированию. То есть, не трансфертами, а именно повышением процентов вот НДФЛ и перераспределением налоговой нагрузки. То есть, бюджет Белгорода, он гораздо выше по концентрации, чем бюджет города Твери, это раз. И плюс к этому у них полномочий другие. Ну и плюс они еще смотрят на жителей. Да кто же по трансферной инфраструктуре? А вы не думаете, что это муниципалитет этим руководит? Конечно. Просто есть возможности развивать. Если бы у города Твери бюджет, собственный бюджет, был не 4 миллиарда, как это сейчас происходит. А сколько так по УВО, на ваш взгляд? Ну, как минимум в 12. В три раза? Как минимум в 12. Тогда мы могли бы спокойно содержать уличную дорожную сеть, ее развивать. Мы могли бы развивать ливневую канализацию, которой у нас катастрофически не хватает в городе и которая в убитом состоянии находится. У нас просто-напросто нет денег на развитие. Вы просто сейчас весь вопрос оцениваетесь, как будто мы нападаем. Как будто я нападаю на вас и говорю, что вы не доработали. Нет, мне... Это все прекрасно понимают. Идет вопрос про конкретные меры. То есть, я житель, позвонил житель. Нам честно, наплевать, у кого какая власть. У меня есть проблема, что от дома до ближайшего магазина я не могу дойти, не надев резиновые сапоги. Мне наплевать, кто за эту лужу отвечает, кто за это как жителю, не как архитектору. Возникает вопрос, значит, область должна сесть с городом, задний стол, поговорить и договориться, как делают другие города. Кто за что отвечает, как они вместе идут. Я понимаю, что сейчас с этим есть проблема взаимоотношений. Про это как бы говорят все. Что область там свое видение, у города свое, и часто они друг друга гонорируют. Но вопрос, если мы говорим про взаимоотношения как бы области и города, то надо вообще отдельно выносить в эфир и делать отдельное обсуждение. Нет, там действительно куча проблем, и непонятно вообще в какое направление действовать. Если мы говорим про то, как работать с городом, как физически, чтобы у него привнести, чтобы он стал развиваться лучше, это другой вопрос. То есть задача условного управления найти ресурс и взаимоотношения между друг другом, плюс там с правительством, с федеральной властью, потому что я знаю, что гранты выдают в большом количестве, если запросить на какие-то там и локальные, и глобальные решения. То есть задача правительства и администрации найти решение проблемы, задача специалистов решить проблему, задача жителей пользоваться этим решением, но, разумеется, участвовать в секретаре. Ну, предварительно указать на проблему. Да, совершенно верно. Но для этого проводятся процессы, нельзя напрямую людей спрашивать, есть такое, даже Министерство постановит, что напрямую людей нельзя спрашивать, есть процесс вовлечения, есть процесс антропологии. Человек говорит на основе своего опыта, вот как женщина позвонила, она всегда есть за рулем, но она никогда не ездила на автобусе с выделенной полосы в нормальном автобусе. Как она может сравнить? И, соответственно, раз она не ездила, она не может сказать, что мне нужен этот. Когда вводили сапсаны, я помню, что в Твери тоже говорили, господи, будут сапсаны, зачем, нафига, зажрались и так далее. Как вели ласточки, ну, вы ездили еще в простых электричках, вот этих старых, там ездят три человека на весь вагон. Ну, всем, кому нужно сидеть, черничные, земляничные и так далее. Да, даже... Кому нужно Москва, Зеленоград, Клининг. Да, сразу, как почувствовали, и уже не пересядут. Вот, так же это примерно и работает. Но если у человека спросишь, тебе нужна электричка и ласточка, он, скорее всего, вряд ли бы тогда ответил, ласточка ни разу на ней не катайся, не в идее. Это будет длинный и так далее. Совершенно верно. Как и сапсаном было. Сейчас тоже все, кто... Ну, вот эти ночные поезда, которые есть, я просто часто езжу в Питер, которые... Они примерно столько же людей переводят, сколько сапсана из Твери до Питера. То есть поток разделился по бюджету, ну, там, по работе и так далее, кому как выгодно ездить. То есть нельзя людей... Ну, людей нужно изучать действительно проблему, проводить антропологию, поднимать их маршруты поведения. То есть это сложная электрическая работа, которая там в том числе, там, до пилинга мобильных телефонов доходит, чтобы отслеживать. Человек ходит по прямой или влияет. То есть это глобальные карты перемещений. Выводить проблемы, пройдить интервьюирование, представлять геймпланы. Как мы представляем? Берем, вот вам геймплан. Там сидишь, ну, я маме показываю, вот тебе геймплан. Найди дом наш. Она минут 40 искала, она не смогла по нему найти, то есть нужно более аккуратно работать, показывать, что мы поворачиваемся к ним лицом. И опять, я не критикую вас, я понимаю, что есть система сложности взаимоотношений. Я говорю к тому, что, ну, есть проблема, ее нужно решать. И я считаю, что решать вот этот точный укол, потому что нету системы взаимоотношений, у нас нету реальных отношений между жителями. Жители критикуют власть. Власть часто на жителей плохо смотрит. Специалисты иногда влезают, специалисты вообще со всех сторон разносят. Нет этой выстроенной системы, чтобы все сели за стол и говорят, мы на равных. Алексей Борисович, вы упомянули в начале эфира, не могу даже не издать более подробный вопрос, про Западный мост, просто опять-таки на журналисты пытаются. Скажите, там какие-то подвижки есть, Западный мост, или как? Ну, пока планируется начало предстроительных работ, подготовительных работ уже в 21-м году. А поясните, пожалуйста, я не строитель, что это? Ну, для того, чтобы мостотряд мог построить соответствующий мост, необходимо подготовительные мероприятия, которые обеспечат, во-первых, размещение техники, то есть оборудование площадок, подготовка материалов, к началу строительных, ну, естественно, начало строительства, строительный городок вот этот, да, размещение техники, начало, как говорится, водных работ, да, там и так далее. То есть, ну, вы же видели, как строился у нас Мигаловский мост второй, да? Ну, все будет то же самое. То есть, уже в следующем году реально начнутся какие-то работы? Люди видят какие-то трактора, бульдозеры? Ну, если не произойдет чего-то сверхъестественного, то пока в 21-м году все это планируется. Просто люди наши любят пессимизм нагонять, то есть, мне, честно скажу, журналист, все, ничего не будет, все заглохло, никакого моста и так далее, и тому подобное. Ну, вот видите, многие тоже говорили, что у нас, как бы, в России вообще все плохо, а у нас и ласточки, и сапсаны, и выделенные полосы, и хорошо ездящий общественный транспорт. Только не в одном месте, к сожалению, а все по России разумно. Даже в Твери, как говорится, да, и тот общественный транспорт уже начал ходить, как говорится, более-менее регулярно. Мало того, сейчас уже решается вопрос о том, что скопления такого транспортных средств одного класса на остановках не будет, будет несколько смещен график движения, для того, чтобы они были, ну, как-то более локально подходили к остановкам, чтобы не создавать пробки еще на перекрестках. А жителям не возник проблем, допустим, больше ждать автобус? Ну, в том-то и дело, что не возникнет, просто произойдет некоторое смещение по времени, 2-3 минуты, 5 минут, да, для того, чтобы автобусы подходили к остановкам не по 4 сразу, а, ну, максимум по 2. Тогда можно, как говорится, говорить о том, что это будет не мешать движению, и вполне будет достаточно комфортно для граждан. Сейчас такая работа проводится, и я думаю, что к февралю это дело все будет полностью запущено. В годовщине запуска вот это получится. А у нас не будет на дорогах, в эти так называемые разметки вафельницы? Кстати, говорили еще год или два назад. По сути, такая разметка может наноситься уже на нескольких перекрестках у нас в городе, где именно трехфазный светофор с отдельно выделенной фазой для движения пешеходов. Мы рассматриваем возможность нанесения данной разметки, но, во-первых, она достаточно дорогостоящая, на самом деле. Ну, потому что это делается из пластика. Там краски очень много. И очень много поверхностей приходится закрашивать. И целесообразность ее сейчас пока нанесения не видим. Потому что опыт показал, что люди уже привыкли к подобного рода светофорам. И уже не так загружают перекрестки, как это было ранее. В том числе и Новоторгская, и Советская с Тверским проспектом пересекаются в этих местах. Пока вот такого серьезного какого-то глобального нарушения правил дорожного движения не видно. Плюс к этому у нас там установлены камеры видеонаблюдения, которые фиксируют переход за стоп-линию разметки. Поэтому, получив несколько штрафов, наши водители уже более дисциплинированно к этому подходят, относятся. И не стараются выезжать на этот перекресток, если видят, что не успеют его пройти и уткнуться в пробку. А у нас еще маленький вопрос. А знаки уменьшенного размера дорожные будут вводиться? Я не думаю, что это целесообразно делать. Просто в спальных районах, когда проводили исследование на возможные движения, мы заметили, что огромное количество тротуаров. Ты идешь в тротуар, у тебя знак «Стоп» перегоражит две трети тротуара. Потому что паста ставят стол. Это в отдельных местах. Я не вижу этого массового действия по всему городу. А визуальное захватывание, которое ты видишь? Даже в историческом центре идешь? Вам, архитекторам, виднее. Нам, как говорится, чиновникам, можно так сказать, в некотором случае, лучше, чтобы он видел, или иначе он не заметит. А он не видит, это называется визуальный мусор. И не заметит просто-напросто ребенка. В некоторых случаях даже ограничение скорости, или знаки «Стоп», или «Пропусти пешехода», они обязаны быть видны. В некоторых случаях, когда это темно, и когда фары, допустим, из-за поворота машины выходят, фары идут достаточно низко, а знак стоит достаточно высоко. Если он будет маленьким, он просто не рассмотрит его в темноте. Остается ниже, в этом суть, маленьких знаков. Ну, здесь и возникает вопрос. Первое, изменение конфигурации, закупка новых знаков, установка новых, соответственно, наших стоек, на которых эти знаки должны крепиться, место их размещения. То есть это достаточно большая и длительная работа. Так у нас знаки же обновляются каждые 2-3 года и так? Не так. У нас знаки не так быстро обновляются, как бы вам хотелось, на самом деле. Только те знаки, которые реально выходят из строя, или цветовая палитра на них полностью стерлась, вот такие знаки у нас меняются. Пока у нас знаки стоят достаточно большое количество лет. Алексей Борисович, не могу тоже не задать еще вопрос, тоже, опять-таки, мне постоянно задают, касаемо мостов, Буражский путепровод реконструировали, пустили транспорт, стал шире, удобнее. Люди спрашивают, будет ли что-то проделано с Южным путепроводом? Ну, во-первых, на Южном путепроводе... Вот такие дыры, я там... На Южном путепроводе, ну, предполагается, конечно, замена асфальтового покрытия, ну, ремонт соответствующий. Период прогнили тоже. Да, надо четко понять, что это тоже достаточно затратные мероприятия, это первый момент. Второй момент, предполагается изменение схемы движения по данному путепроводу и на подъездах к нему. Наши вот эти капли, которые там у нас есть, зеленые, да, скорее всего, мы их будут убирать. Вот, будет организовано движение несколько другим образом, более прямое, да, с возможными разворотами и так далее. То есть, сейчас эта схема прорабатывается, я надеюсь, что в следующем году все будет уже утверждено и согласовано с областным ГИБДД, и после этого будет приводиться в жизнь. Ну, есть такие предложения в администрации Центрального района, мы, как депутаты Центрального района, обсуждали это с главой. И надеемся, что эта идея у нас, в общем-то, тоже будет реализована. А что для этого надо сделать? Финансы. Это дорого? Ну, достаточно дорого, во всяком случае, это более полумиллиона рублей. Потому что для Ржева наш логул, правительство одобрило все, я сам вот читал. Это правительство одобрило. Дело в том, что мы занимаемся пока нашими внутренними проблемами, и городу на эти цели ничего никто не выделяет. Это все из бюджета либо города, либо из депутатского фонда, либо из частных средств, лиц, которые заинтересованы в этих площадках. Никит, скажи, опять-таки, примеры того же самого Белгорода. Там как этот вопрос решается? Липецк и так далее? Да, везде по-разному решается. Тут же не везде хорошо, да? Ну, как бы, мы эту тему затрагивали. Есть диалог правительства и город. То есть я знаю, что там мэр Липецка у Варкина повсегда подходит к губернатору и говорит, мы развиваем. То есть у них сейчас задача 40 парков. И они говорят, у нас финансирование у Липецка, ну, не хватит там, да и на три парка. Давайте разрабатывать. И там расписывается программа, вот эта КГС, которая выделяет, там в том числе детский, площадка для выглособак и так далее. То есть это постоянный режим диалога. Я, как понимаю, у нас нет такого эффективно налаженного режима диалога сейчас с правительством и администрацией в этом плане. То есть нет единой стратегии и цели, где как бы все стороны реально понимают, зачем мы это будем делать, как мы это будем делать и что у нас там в долгосрочной перспективе идет. А есть города, где это успешно, вот тут проблемы домашних животных решаются? Слышал ты в России? Как таковых, ну, есть. Я просто не вижу в Твери особой проблем с домашними животными. У нас достаточно зеленый город и достаточно развитый зеленый каркас, как таковой. У нас есть рощи, у нас есть парки, ну, то есть там есть где гулять домашним животным. То есть это не первоочередная прям такая задача, которая вот кровь бизнесу, а выдели, сколько вы, полмиллиона рублей? Только в историческом центре, возможно, в центральном районе есть такая проблема. То есть парк Тимак, в принципе? Ну, да, совершенно верно. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о перспективах развития инфраструктуры Твери. Не все обсудили, сами понимаете, вопрос очень большой. У нас в гостях был вице-спикер городской думы Алексей Борисович Арсеньев и известный тверской архитектор, работающий в том числе и по России Никита Маликов. Спасибо большое, уважаемые гости, за то, что нашли время. До новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»